Уфас заинтересовалась реклама известной стоматологии. Клиника Велла Дент скрыла несколько букв в слогане на рекламном щите. А это, по мнению антимонопольной службы, явное нарушение. Ведь смысл рекламы тут же поменялся. Ольга Кокшарова вспомнила, как креативные идеи пиарщиков могут подвести под статью. В случае с Велла Дент антимонопольная служба усмотрела нарушение закона о рекламе. Ведь, согласно ему, нельзя искажать смысл информации и вводить в заблуждение потребителей. В главном слове только начальные и конечные буквы. А в сочетании с предложением ниже, трактовать такую рекламу можно двояко. На сайте Уфас идет голосование, которое пока в пользу клиники. Кстати, ранее другая реклама Велла Дент уже попадала в поле зрения антимонопольной службы. Там посчитали, что изображение на плакате людей европейской внешности с чернокожим ребенком создает впечатление супружеской неверности. Тоже провели голосование, в котором большинство расценили рекламу как шутку. Однако клинику все равно оштрафовали на 100 тысяч рублей. Но арбитражный суд отменил это решение. Избежать наказания удалось центру «Лотос». В афише с ярко выраженным словом «Рак» не нашли нарушения закона. 56% опрошенных посчитали такой слоган этичным. А эту рекламу разместила одна из компаний на своем сайте, где предлагала услуги по выведению паразитов. А в одном ряду с насекомыми указали тещу. Но и в этом случае поводов для возбуждения уголовного дела не нашли. Ольга Кокшарова, Дмитрий Тужиков, 31 канал.